Можно ли мы использовать фундаментальные техники, которые мы узнали здесь, сейчас уже на пробках, на мужских стрижках, ну, если да, то такие, наверное, так, вот, ну, и что вам надо посоветовать по мужских курсах ваших, стоит ли нам на них идти, или мы можем базироваться только на этих, с помощью стрижек. Смотрите, мужская форма, она сложнее, чем женская, почему? Потому что она ближе к голове. Соответственно, одна ближе к голове, она сложнее из-за этого. По геометрии она проще, там всего лишь плоскости существует. В женских дизайнах есть еще и окружности. Да? В женском дизайне наклон веса идет на голову скулы, в мужском дизайне наклон веса идет на резонтание, ближе к голове. То есть нужно максимальное количество концентрации и владение направлением прядей и элевацией. Потому что через направление прядей как раз-таки строится плоскость. Она строится вот так, через направление прядей. Или через элевацию она строится горизонтально. Понимаете? А у вас длинный, короткий. И вам нужно уметь не сместить плыль. Если плыль смещается, то все складывается, только сломается. Поэтому то, что вы здесь изучали, вы изучали направление прядей и элевацию. Но для того, чтобы направление прядей и элевацию научиться делать точно и перфектно, нужно перевести это знание на моторику тела. На моторику тела мы можем перевести знание через многократное повторение одного и того же телесня под руководством трениров. Если вы хотите научиться строить мужские реформы через направление прядей и элевацию, а не с помощью машинки, насадки или тушёвки. Такой более рентильный способ построения реформы. То вам нужно наработать навык. А наработать очень сложный навык за одну неделю, конечно же, не очень вам. Поэтому, если вы не хотите работать с жертвыми формами и пообщать, вы не должны с ними работать вначале. Но направление прядей и элеваций вам придется нарабатывать тогда на мужских дизайнерах. А это сложно. Потому что чуть не туда, и у вас сразу в комнате проявился взял. И что вам делать? Если у вас есть возможность выбирать модели клиентов, тогда я советую, не модели, а не бесплатные возможности, чтобы человек не бесплатно отрабатывать. Я советую тогда приобрести мужской курс. И, зная уже, что это к революции и направление прядей, узнаю теоретически, но практически еще не знаете. Тренироваться через мужской курс. Отрабатывать направление прядей и элеваций через мужские формы, по мужскому курсу. А тогда может быть? У нас есть. А в электронном виде, в смысле? У нас. А, только онлайн. Но, конечно, было бы идеально, если мы приобрели курс, позанимались по курсу, изучили бы его. Там всего лишь 5 дизайнов. То есть, фигурка, на самом деле, что 5 дизайнов есть креативные. А еще 2 дизайнов. Всего 4 мужских формы, на самом деле. Если получить с этим 4 формы и революции управления прядей и контролировать, вы можете создать любой дизайн. Перфектные качества. Это, в основном, пока очень долго для того, чтобы дальше креативно работать в мужском дизайне. Конечно, если вы знаете женский дизайн, то вы можете быть более креативным мужском дизайн. То есть, по-хорошему, это все это сейчас, как вам Катя говорит. Потому что нам нужно онлайн взять академию, потому что нам все это нужно. Отработать ее, ее, ее оттачивать, затачивать. И потом уже, когда дают внимание... Но если вы применяете это в жизни, это не надо делать. Если бы вы применяли это в жизни, вы понимаете, я просто из компании, в которой мастер работал универсальной спорной. Женского, вы скулили. Все бардеры, например, формы или сосуды. Все бардеры абсолютно умеют строить женские формы. Там нет такого, чтобы только взяли человека и учили, он будет бардер. Это невозможно сделать. Он не сможет быть хорошим бардером. Так, собственно, поэтому мы здесь. Поэтому мы сюда пришли, чтобы женщины использовать. Но вы будете с женщиной скричать? Да, да. Мототип, модель и все. Все, тогда вообще нет вопросов. Я думала, что вы категорические бардеры. Да ничего. Мы шкотипы приобрели головы и с каража пропадки. Да, да. Тогда ты не сможешь быть вот прямо вот таким, вот знаешь, как ты самый крутой, мощный бардер. Ты будешь репетирован в каких-то еще. Ты будешь ждать просто фейли, скорее всего. И все. Если ты хочешь делать качественный мужской классический дизайн, или, допустим, вырезать с вами такого. Ну, фейли захочет. Нет, это даже. То есть, я могу себе представить, что это либо в ребенок, либо фейли, либо что-то с рейтингом произвели. Вот пока тебе не надоело работать в таком, в принципе, работаемым. Когда ты вырастешь из него, ты придешь к нам и получишься его делать. И не толкай себя в таком, где ты не хочешь. И все. Если тебе сейчас комфортно быть партнером, делать фейли, делать то, что ты делаешь, что очень классно, делаешь вещи. Делай их. Ты и вырастешь из этого, а ты захочешь большее что-то. Ты захочешь более высокого, например, стоимость брать за влогу. Ты захочешь других линий оттуда. То есть, те, кто лазит за фейли, будут возникнуть. Столкать, понимаешь? То есть, ты захочешь вырасти из официальной политики. Ты придешь... Хочу научиться классическому, потом бизайне. Через автину многое время. Ты придешь и научишься. Все. Закончишь, потом может быть в очереди менять. А мы, может быть, захочем сделать человеческий конкурент. Пожалуйста.